То, что я сейчас скажу, вам, скорее всего, будет неприятно слышать, но если вы беспокоитесь о детях и хотите что-то изменить, то вам стоит принять правду, какой бы неприятной для вас она ни была. Практически в 100% случаев женщина будет гнобить и издеваться над своим ребенком, когда она не уважает его отца, и он ее не контролирует. Ответ на вопрос, что делать в такой ситуации, может быть только один. Детей надо от бабы спасать. Потому что, как я уже не один раз говорил, дети это единственное, ради чего стоит заводить какие-то долговременные отношения с женщиной. Дети это ваша цель, а женщина это всего лишь средство для достижения этой цели. И если баба психологически калечит ваших детей, то это значит, что она обламывает вам всю работу. И я не оговорился, дети действительно ваши. Они женщины, как многие думают. Да, она их рожает, но вы за это ей заплатили. И поэтому дети это ваш проект. Кстати, вы никогда не задумывались, почему государство так категорически против суррогатного материнства. Хотя, казалось бы, какое ему дело до того, кто кому рожает и кто кому за это платит. А против оно потому, что в этом случае ребенок будет принадлежать только одному человеку, его отцу. И забрать его у него будет гораздо тяжелее. У женщины не может быть никаких своих детей, даже в том случае, когда она рожает для себя. Ее ребенок принадлежит государству. Потому что государство ей практически все оплачивает. Теперь о том, что делать в вашей ситуации. Во-первых, дети должны знать, что в любом конфликте с матерью вы всегда будете на их стороне. И в том случае, когда им понадобится какая-то помощь или поддержка, то они всегда ее от вас получат. Ну, а вот как быть с бабой, это уже сложнее. Если у вас нет возможности полностью отстранить ее от детей, ну, например, отправить в дурку, то старайтесь, чтобы дети как можно больше времени проводили с вами. Ну, и думаю, стоит им объяснить, что их мать не святая. И обижает она их только потому, что в данный момент она сильнее, и они от нее в какой-то степени зависят. Но так будет не всегда. Объясните им, что рожать детей могут даже плохие люди. И, возможно, их мать как раз именно такой человек. Чем раньше они это поймут и примут, тем будет лучше для них. Ну, а со своей стороны пообещайте детям защиту и любую поддержку, которая им понадобится. Что, вот здесь, а не надо? Полиция вот стоит за этими окнами, иди ее домой. Вот, смотрите, молодая мама, Уралмаш. Шек и зэ. Вот она че, вот она. Вот. Ну, звезда. Просто звезда. Просто. Вот она. Вот.